Стартовали осенние раскопки кубышек саранчи в Славянском районе. Нашествие этих опасных насекомых приходится там, где есть плавневые зоны. А как известно, Славянский район богат водными ресурсами. Со специалистами районного отдела филиала Россельхозцентра в раскопках поучаствовала и наша съемочная группа. Любой аграрий, работающий на земле, знает, какие беды сулит нашествие саранчи. Вредитель пожирает все на своем пути, оставляя за собой убытки. На Кубани обитают два вида саранчи – итальянский прус и перелетная азиатская саранча. Эти вредители одинаково опасны. В стае или по-научному кулиге саранчи гнездятся и пополняют свои ряды на территориях плавней – в высокой траве и пастбищах. Снимается верхний слой, рассматривается на наличие кубышки. Кубышки – это образование из пены, внутри которого закладывается яйца. Ее ни с чем не спутаешь. Излюбленный корм саранчи – камыш, поэтому их скопление происходит именно в плавнях. Благоприятно для размножения вредителей и высокая солнечная инсуляция. Если где-то возникают стаи в саранчи, саранча сбивает стаи, она имеет стадную форму. Сбивается в стаи, это полностью грозит уничтожением сельхозпосевов. Сельхозпосевы, плодовые деревья, полностью всё. Осенние раскопки, говорит Оксана Верещагина, необходимы. В первую очередь, это нужно для дальнейшей работы по уничтожению вредителя. Раскопки мы делаем в основном у нас вот эта вот Ачуевская зона, плюс Чёрный ерек. Это у нас здесь большое количество плавней. Смотрим мы на прогреваемых площадках, удаляя растительность. Там, где вода не подойдёт, где не будет затоплена. Потому что затопление водой приводит к гибели кубышек. Вместе со специалистами районного отдела Россельхозцентра приняли участие в раскопках и воспитанники станции юных натуралистов. Объектами исследований у юнатовцев зачастую становятся животные, насекомые или растения. Поэтому участие в раскопках кубышек саранчи – это возможность получить новые знания. Я очень давно занимаюсь на станции юных натуралистов. Много раз ездила в лагеря, и у нас там были лекции, энтомология, рассказывали про насекомые. Больше всего говорили про саранчу. Это вредоносное насекомое. Все очаги, где может появиться вредитель, находятся под контролем специалистов Славенского отдела Россельхозцентра и Управления сельского хозяйства. Раскопки будут продолжаться и в дальнейшем. Тина Капачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События». Капачевская, Георгий Калинин.